здравствуйте дорогие друзья с вами Татьяна Башмакова канал ваша дача и сегодня я буду пикировать эустому прошло ровно 34 дня со дня посева эустомы сеянцы еще маленькие но как раз в этом возрасте надо ее попикировать не пропустить этот момент прежде чем приступлю к пикировке напомню вам какую эустому я выращиваю в этом году и покажу схожесть схожесть у эустомы в сравнении с другими растениями в этом году самая лучшая скоро покажу вам пеларгонии и питунья ампельная как зашли у меня здесь было всего три сорта но покупала я семена разных производителей эхо пинг пикаки от аграуспеха и гавриш вот семена от гавриша и пикаки розовая и лавандовая зашли первыми и вот осенцы такие большие все пять семян и здесь все пять семян семена от аграуспеха есть по четыре семечки есть и по пять желтенький всего получилось в общем из 10 9 а пикаки всего лишь три в общем не результат устраивает так как 8 9 и 9 сеянцев каждой расцветочки сам процесс пикировки эустомы не представляет чего-то нового но очень много споров есть о том какой брать и объем стаканчика для пикировки я практическим путем убедилась что лучший объем это 100 миллилитров причем из этого объема я не переваливаю устому она у меня продолжает расти именно в таком стаканчике эустома дает очень большие длинные корни и если вы посадите ее в больший объем то есть 200 миллилитров она постарается заполнить корнями весь стаканчик и в то же время как будут нарастать корни будет нарастать верхняя часть если у вас вдруг не хватает цвета недостаточно прохладно то верхняя часть вырастет вытянется в палочку и чем больше вытянется палочка верхняя ну то есть там стволе тем менее пышный будет кустик поэтому когда мы выращиваем в маленьком стаканчике и высаживаем розеточку в этой розеточке обычно прямо в этом стаканчике уже появляются боковые почки и куст растет очень пышный и даже раньше зацветает так как маленькие розеточки очень хорошо принимаются и выдерживает даже возвратные заморозки грунт для эустомы я беру обычный универсальный грунт именно на основе торфа смотрите чтобы эта земля которую вы покупаете сейчас много разных производителей хорошие грунты она была пушистой то есть точно торф хорошо увлажняю и наполняю полный стаканчик землей и делаю углубление у таких маленьких сеянцев уже большие корни могут быть поэтому аккуратненько поддеваем и хорошенько уплотняем пальцами после посадки сам грунт я не уплотняла сильно так как эустома любит рыхлый грунт я не добавляю ничего не перлита не песка просто один универсальный грунт уже проверено очень ей это нравится перед пикировкой сеянцы как бы уже замерли перестали быстро развиваться и вот именно пикировка двигает их в рост поэтому не бойтесь пикировать именно молодые сеянцы сама пикировка как я уже сказала не представляет ничего особенного после пикировки я выращиваю эустомы в парнике много вопроса мне задают по этому поводу обязательно ли можно ли открывать можно открывать можно выращивать без парника но я путем экспериментов тоже убедилась что так они растут лучше растут быстрее поэтому выращиваю парники но без парника она тоже будет развиваться просто медленнее но не пропадает так как у меня всего по 5 сеянцев я буду подписывать каждый стаканчик поэтому сразу все не пикирую чтобы не перепутать сеянцы конечно еще крохотные но уже через неделю когда они примутся грунт сверху начнет подсыхать конечно контейнеры мы должны проветривать и хорошо проветривать можно и устома не пропадает от сухого воздуха можно будет их подкормить но так как растение очень маленькие питание им надо мало и усваивает они мало то подкармливать надо или через листья на пакете как и написано концентрация уменьшая ее примерно два раза или путем полива я поливаю не подкармливая мне корневой подкормкой но можно и так и так пробовала и так и так очень хорошо отзывается только не делайте для таких малышей большую концентрацию надеюсь мое видео было полезно дальше продолжим вместе выращивать эту необычайную красавицу а на сегодня я с вами на этом прощаюсь оставайтесь с нашим каналом до новых встреч